Сказала вот такие слова. У вас много учителей, но мало отцов. Я родил вас с благовествованием. Сейчас в гостях у нас мой крестный и духовный отец. Который больше 30 лет здесь принял меня из купели. И как дети рождаются по плоти, то духовно, значит, рождаются от духовного отца. И вот видите, до сегодняшнего дня, вот мой духовный отец Игнатий заботится обо мне. В Сибири приехал, чтобы здесь цель послужить нам. Проверить, как там наука, что творится. Так что здесь я благодарен Богу и отцу Игнатию, что я имею такого учителя, который наставил меня в православной вере. И до сегодняшнего дня наставляю. Сейчас мы прослушаем поучение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, первая глава, из 10-го стиха. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Откройте. Первая глава, 1-10. Иоанна, 1-10. Пришел к своим, и свои его не приняли. Следующий стих. 11-11. Вот этот мир, который мы видим, создан Богом. Из ничего он сказал и получилось. Люди могут одно вещество превращать в другое, сжечь, превратить в пепел, в дым. Закон о сохранении веществ. Бог, Создатель, из ничего творит. Отец, по частям. А то мы не успеваем. И люди не признают Бога. Мы живем в мире, в океане чудес Божьих. Но в духовном плане еще труднее людям поверить. Писание говорит, пришел к своим, к евреям. И они не приняли его. Да. Цель и лепши, да цель и лепши, да цель и лепши, да. Ни вида, та ви, сертан, не брай, лептан, маграм. Мат армии, ласики. Вот родители куда-то уезжают на время и наказывают. К вам придет такой-то человек, его примите. Они покажут заранее фотографию. Дадут послушать его голос. И скажут, что он будет заботиться о вас. Еврейский народ, это богоизбранный народ. Бог избрал Авраама. И до Моисея 430 лет. Учителя учили, что придет Мессия, Спаситель. Но они погрузились в суету в Египте. И Бог вывел их оттуда, чтобы научить заново. И дал им вождя Моисея. Который назван кратчайшим. Он творил чудеса перед израильским народом. Море разделил. Фараон всех мальчиков, рожденных от евреев, уничтожал. Но представьте себе, родители, вы ждете наследника. И приходят органы власти, берут его на ваших глазах и уколят. Но Бог спас Моисея, чтобы вывести свой избранный народ из Египта. Когда Моисея пришел, они говорят, а кто тебя послал к нам? Они роптали на него и отвергали его. Когда побивали уже пророка, первого учителя Стефана. Он говорит, кого из пророков не гнали отцы ваших? Они не узнавали пророков. Считали их врагами своими. А это были избавители, называется спасители, посылал вам. Они приходили, говорили на родном языке еврейском. И они их отвергали. Господь говорит, моя страна, это избранный виноградник Божий. И он посылает слух своих виноградников, они их убивают. Наконец, говорит, пошлю им возлюбленного сына, устыдятся они. Эта притча Христа была известна евреям намного раньше, за 700 лет. Пророк Исаия в 6 главе говорит эту притчу, но вводится иной персонаж, сын. Иисус пришел к своему возлюбленному народу. И те, которые этот народ пасли, пастухи. Пророк говорит, они испортили мой виноградник. Пророк Иеремия говорит, что овцы рассеялись по горам. Сделали с добычей зверей. Как мы теперь можем думать об этом народе, когда Господь сказал к погибшим овцам Израиля. Христос говорит, убили пророков, а вы говорите, если бы мы были, мы бы этого не сделали. Мы другие. Они нарисовали Христа таким, каким он не был. Что он придет, будет освобожать Израиль от римского гнета. А он избавляет от грехов, и грехи мира взял на себя. Иисус Христос говорит ученикам евреям, я посылаю вас, как овец среди волков. Эти волки две тысячи лет, разницы нет, как их назвать? И они уничтожают овец. Иоанн Златоус говорит так. Избирая пастыря, не избери волка. В 20-й главе Деяния апостолов. Мы считаем, апостол Павел из Мелита в Ефес призвал пресвятеров и епископов. Это было большое прихиальное собрание. Сегодня сказать Синод. И Павел, прощаясь с ними, говорит. Не мирянам, не мирянам, а священникам и епископам. Я ухожу, вы лица моего больше не увидите. Я плачу о вас. Я вас рукоположил в епископы и священники. А из вас восстанут лютые волки. То есть коммунисты, фашисты, все это только волки. А из вас лютые, бешеные волки придут. Не щадящие стадо. Не жаляющие. И будут говорить превратно, то есть извращенно. В цель, чтобы увлечь за собою. Передо мной Новый Завет синодального издания. Я считаю отсюда. Это не вынувка. Христос пришел к своим и свои не приняли. Мы думаем, если бы я тогда был, но я бы принял его. Накормил, напоил, спать уложил, денег дал на дорогу. Один из тех, кто не признал Христа, был Савл, учител Израиля. Он думал, что служит Богу. Был фарисей из фарисеев. По правде, законы непорочные. Как святой. Службы не пропускал, по-нашему сказать, причащался. Это я перевожу на то время. Но он гнал детей Божьих и убивал их. И случилось чудо, когда шел он арестовывать в городе Дамасске других. Свет осиял его с неба, и он упал. И Бог говорит, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Да упал я в небо, да, Савл, Савл, рад он дем не мил. Он не гнал и Христа. Он говорит, кто ты, Господи, я тебя даже не знаю. Он говорит, гонящий детей Божьих, прикасается к зенице ока моего. Как нам узнать, кто ведет нас? Иоанн Златоуст, в литургии которого совершалось, говорил, большая часть священников погибает. Больше сейчас, вот 10 священников, 5 пополам, а больше это 6. Шестер будет в аду, в огне гореть. Есть известный, но весь мир святой Серафим Саровский. И он однажды осознал беду русскую, отостовремение к Пушкину. И, как написано, он 3 дня и 3 ночи простирался перед Богом. Молился не за царя и не за народ, а только за священников архиереев. Он увидел гибель их всех. Увидел гибель, погибель. И говорил, Господи, пощади русских священников архиереев, пощади. И вдруг Бог заговорил. Дальше дается прямая речь в кавычках. Не пощажу и не помилую воскресательный знак. И причину, Бог говорит, за то, что вымыслами своими заменили истину Божью. Это напечатано в патриархии, в настольной книге священнослужителя, том 3. 601-я страница, 1-я строчка смерти. Это страшные слова. Священство нуждается в особой молитвенной помощи. Иоанн Златоуз говорит, Я тело мое лучше отдам собакам. Псам, чтобы собаки меня ели. Чем недостойно причащающемуся тело Христова? Себе вопрос поставим. Узнали мы Христа или нет сегодня? Апостол Павел говорит в послании к Галатам. Первая глава, 8-9 стихи. Если мы, апостолы, все вместе придем и будем говорить не то, что написано в Библии, а на пима. Если ангел с неба придет, будет говорить, не бойся его, а на пима ему. А далее мы читаем так. А тем, которые приняли его, 12-й стих, приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Верую во Христа человек входит в Царство Божие. Он записан там. Но человек живет во враждебном порченном мире. Есть очень большие собаки, как телята. Если она злая, как ты не убоишься ее? А если это лев? Апостол Петр говорит, бодрствуйте, молитесь, ибо дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Если бы это ощутили на себе, мы должны день и ночь попиять к Богу. Как бы этот лев меня не поглотил? Мы сегодня слышали, Богу нельзя служить, если ты одновременно хочешь Богу и мамоне. Не получится. Павел говорит, если бы я угождал людям, до ныне не был бы рабом Христом. Это несовместимо. Этого врага можно побеждать именем Иисуса Христа. Честным Животворящим Крестом. Постом и молитвой. И вдруг придумали, что послушание дороже поста и молитвы. Мы не должны бояться человеческих слов, но стверять их со Словом Божьим. Если не так говорят апостолы, ангелы, им, анапима. Пророк Исайя, глава 5, 20 стих. Он говорит, если, кто говорит, слова не сходятся со Словом Божьим, нет там света. Я соединяю вместе. Серафим Саровский получил ответ, что погибают священники за то, что вымыслами своими заменили истину Божью. Был такой святой Кирилл Иерусалимский. Он перед народом говорит, если мои слова не сходятся с Библией, не верьте мне. Отсюда вывод. Мы должны знать священное писание, святую Библию и сравнивать с тем, что нам говорят. Был такой человек блаженных афилакт. Одиннадцатый век архиепископ Болгарии. И он собрал толкование, перед народом высказал на весь Новый Завет, кроме откровения. По всем святым отцам, кроме откровения, а по количеству. Главное, что он дал предпочтение святому Иоанну Златоустову. Господь позволил нам сегодня получить эти книги. И они у вас в храме будут с сегодняшнего дня. Это издание полностью включает Новый Завет с откровением. Господь позволил нам это издать. И мы проехали от Владивостока. Захватили Германию, Польшу, Венгрию, Румынию. Украина, Белоруссия, Молдавия. Осетия, Чечня. Вчера мы прошли в Армению, в Ереване. Если Господь благословит, то наш путь еще продолжается, чтобы за нас молились. Мы дарим везде, в каждую библиотеку и каждому священнику, которого встречают. Чтобы они учили народ Слово Божие. Написано, день и ночь не отходит книга, если я от уст Твоих. Выше священного Писания ничего нет. Мы молимся досветиться имя Твое. А Давыд говорит слово Твое превыше всякого имени. Поэтому мы с великой радостью прибыли к вам и к батюшке-отцу Науму. Мы уже все это отдали. Это будет национальная библиотека в Тбилиси. Можете там читать. В Батуме. В Кутаисе. В Кутаисе. Высшая заповедь Любовь. Господь говорит любите меня, соблюдите мои заповеди. Мои. Я благодарен Господу, что не первый раз уже приезжаю в Тбилиси, в эту благословенную страну. Не забывайте, что главные еретики, которые церковь потрясали, все были в священном сане. Такие, как Ари, Нестори, Архимандрит, Евтихий. Их надо было проверять. И церковь проверила. Нам досталось теперь наследие Животворящей Троицы от Святой Православной Церкви. Здесь таинство Божественной Литургии. Чтобы кто не соблазнил вас не увлечься в какую-то ересь. Благословен Господь и досохоронит у нас всех в Святой Православной Вере. Аминь. 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 Да. Наш самый духовный отец Игнатий говорим, что именно книги библиотеки, значит, но это книги филакта болгарского тритома есть у нас здесь в церкви. Ай, библиотеку Мисайровну, наша библиотека Ашимагра, сам Томилу, Теопилак, Библиотека, 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 И каждый может прийти и почитать. Так было еще утре, мог ли стать Ашимагра. Ну вот мы говорили, вот здесь очень мне понравилась эта тема, предупреждение, как словами апостола, говорит, если вам будут говорить не то, что вы приняли меня от меня с самого начала, да будет анафема. Поэтому здесь если где не читается, не разъясняется Слово Божие, то вы сами читайте. И Господь вам откроет и разъяснение вот с помощью дорогого брата, дорогого отца, вот мы познаем ему. кто будет?